Обокрал салон сотовой связи. Мужчина зашел в магазин под видом покупателя и попытался сбежать с двумя дорогими телефонами. Что делали здесь? Телефон зашел, посмотрел. Посмотреть телефон. Задержанного скрутили охранники Витязя. Сотрудники магазина вовремя нажали тревожную кнопку. А одна из продавщиц перекрыла выход с собой и не дала этому человеку сбежать. Мужчина стоит рядом с витриной и никого рядом нет. Витрина открыта, дверка. И сразу же метнулась в дверя. Нет. Удивительно, но при обыске у задержанного нашли лишь один краденый телефон. Куда он успел скинуть второй, неизвестно. Продавцы тут же подсчитали ущерб. 37 тысяч рублей. Вы не работаете, а чем вообще занимаетесь? На что живете? Вы еще живете. Пройдете телефон? Нет. А что делаете? Ничего так, где получится подрабатывать. Задержанного передали сотрудникам милиции. Уже правоохранительным органам придется разбираться, где пропавший сотовый аппарат. Продуктовый киоск. Грабители брали штурмом. Ночной павильон они едва не разнесли. ЧП в Ленинском. Трое парней решили сходить за покупками. А вместо денег взяли камни. Перепуганный продавец вызвала охрану. Молодые люди разбили стекло витрины. Взяли кассу. В кассе 3 тысячи рублей. Ночная выручка. Но грабителям этого показалось мало. Они решили прихватить пиво, сигареты и зажигалки. Скинул товар сюда. Это все при нем было, да? Пиво. Под подолом. Этого молодого человека поймали недалеко от павильона. Но он сразу начал оправдываться. Мол, витрину не он разбивал. Один украл деньги. Один проходил, говорю. Куда проходил? С какой целью проходил? Домой шел, потому что. Но охранники задержанному не верят. К тому же и продавец его опознала. Раньше он был судим по 159-й за совершение таких краш. Ущерб павильону 12 тысяч рублей. Если задержанный не сдаст товарищей, то возмещать ущерб ему придется в одиночку.